Уважаемый господин председатель, Благодарим координаторов переговоров по резолюции о модальностях заседания высокого уровня по предотвращению пандемий, готовности и реагируем на них, послов Израиля и Марокко, за их усилия по нахождению взаимоприемлемых компромиссов и развязок в духе нейтральности, без пристрастности и учета интересов всех сторон. Российская делегация поддерживала данный проект и присоединялась к консенсусу при его принятии. Наша поддержка проекта резолюции выражает согласие с планами провести столь важное мероприятие в приоритетной для Российской Федерации сфере глобального здравоохранения. Вместе с тем, она не может толковаться как поддержка линии на включение в решение и резолюции Генассамблеи о модальностях таких пунктов, которые касаются существа. Имеем здесь в виду и поправку, внесенную группой стран по вопросу о правах человека. Данные вопросы будут предметно обсуждаться на переговорах по политической декларации предстоящего заседания высокого уровня. Кроме того, вынуждены выразить разочарование в связи с включением в текст резолюции формулировки в оперативном параграфе 10 о решающей роли Генассамблеи в утверждении списка неправительственных организаций, принимающих участие в ЗВУ. Убеждены, что для участия в подобном мероприятии важно привлекать организации с соответствующей профессиональной компетенцией. Оно должно проходить в упорядоченном ключе в соответствии с согласованной повесткой, а также прежней практикой отбора участвующих НПО, когда центральным является консенсус государств-членов ООН. К нашему общему сожалению, несмотря на конструктивный настрой многих государств, координаторы консультации сделали здесь выбор не в пользу сбалансированных решений. Такая же ситуация наблюдается и в обсуждавшейся сегодня резолюции о модальностях заседания по туберкулезу. Хотели бы также обратить внимание на преамбулярный параграф 8, в котором упоминается доклад независимого органа высокого уровня группе 20 по вопросам финансирования так называемых глобальных общественных лаг для обеспечения готовности к пандемиям и реагирования на их. Отмечаем, что доклад представляет частное мнение экспертов. Необходимо также подчеркнуть, что употребляемый в экспертной среде термин «глобальное общественное благо» не является согласованным в ООН. Российская Федерация будет исходить из этого и в дальнейшем. Благодарим за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok